Привет всем автолюбителям и подписчикам автомобильного портала Дром.ру Сегодня у нас продолжение эпопеи с Волгой Как мы уже говорили, любой может написать и сказать, что вот он хочет покататься, к примеру, с Волгой, со Шкодой, без разницы Если машина будет достаточно соответствующая этому всему, то есть, понятное дело, что если напишут на столько десятки, мы скажем нет, чтобы не тратить свое время Но если машина будет интересная, как вот этот автомобиль, то почему бы и не покататься Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Всем привет, хочу рассказать за свой автомобиль, любимый, который я приобрел примерно лет 6 назад В связи с этим я установил в него очень интересный двигатель, как вы видели все Один GZ-GTE турбированный, 280 лошадей своих стандартных Вот, ну как вы все видели, что при стартах с этим двигателем не хватает зацепа и невозможно с кем-то либо попробовать эту мощность После этого, по совету ребят, подписчиков, приобрел мост от Mazda Bongo Который имеет блокировку и пару 4.1 То есть уже даже в комплекте с ними дисковые тормоза Вот после этих установок можно попробовать с кем угодно стартануть Кто желающий есть, можем заехать Хватит издеваться Здрасте Ну хватит Сколько у тебя подписчиков говоришь? 3 тысячи Задумалась Я клевая и красивая Хочу посоветовать вам отличный способ, как сэкономить деньги в современном мире Это кэшбэк-сервис Кэшбэк-сервис позволяет вам экономить деньги за покупки, которые вы произвели в интернет-магазинах Мегабонус – это надежный кэшбэк-сервис Возвращает до 40% с каждой покупки У Мегабонуса очень удобный интерфейс Когда вы заходите на Алиэкспресс, к примеру, вы сразу видите рейтинг продавца Насколько он добросовестный, насколько хорошо он отправляет вовремя покупки Вы это все видите сразу И тем самым вы не наткнетесь на плохого продавца, который вам либо не отправит, либо отправлять будет долго Плюс вы сразу видите кэшбэк, который вам вернется Кстати, кэшбэк зачисляется моментально, практически после покупки Также у Мегабонуса есть двойной кэшбэк для новых пользователей Алиэкспресс Он составляет 9,8% Когда вы только зарегистрировались и делаете первую покупку, вы можете его использовать Сервис работает по всему миру Вы можете выводить деньги на банковские карты На Kiwi кошелек, на Яндекс кошелек, просто на телефон Также у сервиса есть приложение для iOS и для Android Market Мегабонус надежный кэшбэк-сервис Возвращает до 40% с каждой покупки Максимально удобное расширение для браузера Проверьте сами Пользоваться расширением легко и удобно Это просто магия Один раз установил, зарегистрировался и забыл Делаешь покупки как обычно А Мегабонус начисляет кэшбэк с каждой покупки Кстати, кэшбэк начисляется мгновенно Более 1400 популярных интернет-магазинов Алиэкспресс, Gearbest, Essest, Booking, Banggood, Буквоец, Визной, Мвиде и многие другие Специально для наших подписчиков Мегабонус сделали уникальный промокод Промокод дает вам 31% кэшбэка дополнительно Если вы перейдете по ссылочке в описании Но этот промокод будет доступен только первым Десяти пользователям, которые успеют им воспользоваться Я вам еще раз напоминаю Ссылка на промокод и мегабонус в описании И нос у меня давай Короче, у нас есть дело к тебе Мы взяли знаменитую девушку У нее 3000 подписчиков в Инстаграме Можешь прокатить нам в Волге? Конечно Из таких подписчиков все сделаем 3000 подписчиков Надо каждого прокатить Сначала хотя бы меня Я очень хочу Садись Прям уже? В багажник Как обычно, что ли? Чтоб почувствовать все перегрузки Я так не готова Чтоб почувствовать все перегрузки Учинился? Да, надолго ли? Ну, сегодня может катать хотя бы один видос? Посмотрим. Может, один ровес хотя бы полностью. Сколько сил сейчас? Да, я не знаю. Сил 200, наверное, есть. Расчет, может. Ну, да. Конфиг какой? 16. 1,750. 4-х дроссельный впуск. Распредвалы. ЛКП-двигатель 11.2, фаза 318. Цельный толкатель, лапана. 32 на 27 на марочные. После установки этого двигателя, как известно, стало не хватать зацепа. Родной мост одним колесом буксует. Невозможно никак тронуться нигде. А зимой так вообще проблема. Где-то тронуться в горку, где-то что-то там переехать. Сурок какой-то. Одно колесо с такой мощностью вообще никак не едет. Невозможно на этом поехать. Поэтому приобрел задний мост с блокировкой по совету подписчиков. Волга была с завода с двигателем американским. Крайслер стояла, которая имела 137 лошадей. Я уже в ранних видео говорил. Двигатель подошел, замена ГРМа. Полетел насос ГУРа одновременно. Там подходила замена ГРМа. И все это выходило в очень большую сумму. Но это было лет 5 назад, по-моему, если не ошибаюсь. Там цены на GZ были не очень дорогие. В связи с там доллар невысокий. И доставка была с Владивостока небольшая. И поэтому решил на эти деньги приобрести атмосферный GZ. У меня сначала стоял после Крайслера атмосферный GZ. Думал, хватит. Наивный, как всегда, этих 200 лошадей. Но нет. Покатался на нем. Понял, что не то. Все равно не то. Не сильно далеко. Он ушел от Крайслера там с места, с разгонах. И решил поставить вот турбовый двигатель от Toyota Mark II. Он жесткий тип. Я знаю. Вообще, просто мои 3000 подключили. Тормоза перегрели, была бешеная скорость. Я, да? Опять я? Опять путь. А я опять опланирую. Моя очередь. Опять моя? Слушай, я уже ничего не боюсь. Я уже. Да, садись-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Там круче было, мне больше понравилось Там по-доброму, а тут прям жесть На атмосферном GZ, который первый был установлен после Краснерского двигателя, была коробка автомат Мне показалось, что автомат сильно очень тупил, на разгонах падали секунды После этого все-таки созрел я на приобретение этого двигателя, один GZ GTE, который турбовый Но уже без автомата, и решил попробовать после автомата, как этот двигатель поедет на механике После установки механики, все шикарно, двигатель поехал, все ускорение чувствуется Но слабым звеном стало сцепление То есть сцепление при хороших отжигах сразу не держало, начинало дымить, вонять И в итоге быстро выходило из строя На сегодняшний день я понимаю, что зря я это сделал, конечно, на механику Многие ребята и дорабатывают автоматы, и ездят на автоматах еще и быстрее, чем даже на механике На этих всех переключениях не теряют ни турбина, не падает, ни скорость, ничего Вот я теперь, вот у меня в мыслях, после замены заднего моста, попробую, наверное, перейти опять на автомат Коробка на сегодняшний день стоит механика Toyota Supra в 80-м кузове, которая шла с атмосферным двигателем 2GZ-GE 58-я, да Вот у нее слабое звено, сцепление, все, коробка держит эту мощность, переваривает, все хорошо включается, ничего не отрыгнуло еще На сегодняшний день не держит сцепление Сцепление, как бы, сегодня для меня это проблема Какое бы я ни заказывал, ставил, ну, оно не помогает ничего И поэтому все-таки решил я перейти на автомат И многие советуют, ребята, по своему опыту, которые ездили на механике, на автоматах Сказали, доработай автомат, стандартный, это к этому мотору, который шел с завода И будешь радоваться езди Что, думаешь, быстрее волна? Да сейчас напихаем побыстрее, надо поедем домой Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Я предлагаю новую рубрику в канал Короче, кто выдержит час катания по городу на тазу Без наушников, без затычек Тому что-нибудь дарить Потому что он финиширует, а я его слышу, как будто он рядом стоит Это жестоко Вот, слышишь, они там начали ехать До нас отсюда 600 метров Я слышу, что он еще не нажал газ на всю Это очень жестоко Поехали! Хорошо переключается Черный дым есть? Нет? Нет Ну и что в итоге, чем концов? Да ну, я там забогнал, может, корпуса на полтора, на два Но я что-то, когда с какими поехали Я не сигнала не услышал, не видел, что-то я вообще ничего не понял На какую сторону, вот с места вы заехали, кто победил? С места я Семен? Да не знаю Что-то как-то, если бы не обратил внимание Вообще не слышу, не знаю, когда переключать На сколько ты отстал в ту сторону с места? На кузов точно уехал Назы валят Валят После установки мотора Казалось бы, что там, заменил двигатель и все А одни тут-то было Поставили двигатель Двигатель на порядок немножко тяжелее Стандартно было Начала подвеска проседать Пришлось переднюю подвеску Через друзей Друзья привозили мне усиленные пружины Еще со старых автомобилей Как это, Победа С нее привозили пружины, ставили Вот те пружины с Победы начали держать Там в два раза толще виток, и они мощнее Переделал переднюю подвеску Соответственно, после подвески, когда все заработало Не стало хватать тормозов Тормоза стандартные, они вообще никакие были Они овощные, они дымили, а машина не останавливалась То есть даже если не устанавливая этот двигатель Который турбовый, мощный Тормозов заводских, стандартных Их даже для стандартного мотора Для ее родного, который был с завода Их не хватало Тормозов никакие были После этого доработались тормоза Заменились эти машинки в колесах Суппорта от Хонды Все начало работать Все, машину вообще не узнать кардинально После всех доработок Заводская машина Даже рядом не стояла близко По сравнению с этой, которой все переделано Странная вещь Время удивительная штука Когда ты молодой, у тебя полно времени Разбрасываешься именно лево-направо Пару лет туда, пару лет сюда А потом становишься старше И вдруг, господи Сколько мне осталось 35 зим Только подумай Салон последней Волги Это Волга рестайлинг Которая шла последняя Ее больше не существовало После этой машины Уже стоял рестайлинговый салон Мягкая панель Новый тоннель Новые сиденья Короче, уже последняя рестайлинговая машина Была с таким красивым салоном Больше всего тут на салон люди ведутся Они не верят, что это заводская торпеда Мотор поставил Соответственно, поменял щиток прибора Поставил от того же Марк 2 И он здесь стал Как будто японцы делали его специально для Волги Стал как родной Здравствуйте, снова она Шкода Опять это Шкода Менеджер Андрюша у нас отличный камень прицепил Подыши Ну чуть наклон, да, вперед А что ключа на 13 нету? Вообще даже не болон У тебя нету ключей тоже? У меня на 10 есть На 10 у меня тоже Какой стоишь у тебя? Первый? А, полтора? Нет, вообще полностью Только стейдж-1 Одна прошивка и все Там же писали, что две трубы Это значит стейдж-3 Ой Ну, комментаторы лучше знают Нет, две трубы это стейдж-4 Уже две там и две тут Это стейдж-4 Да, четыре Каждый по стейджу Че, порвем ВАГ? Как тебе определись, ты за ВАГ или против? Я за интересные автомобили В первую очередь Я вижу, что Волга может порвать Шкоду Но, скажем так, либо определенные нюансы этому мешают Либо переключение может чуть медленнее переключается владелец Либо просто он тяжелее меня Вот сейчас попробую То есть мы просто снизили вес И плюс, возможно, я получше попереключаюсь Сейчас проверим Пробуем ездить с разных старостей 70 Шкоды Шкоде сильно мало А 80 Волги сильно много И как бы в этом, в принципе, проблема Поэтому сейчас попробуем Вот с 90 Ну, что, 4000 оборотов нормально вроде Должна поехать Я старался порвать ВАГ как мог Старался Прям очень сильно Почитал комментарии, ребята Все пишут в основном Стандартное решение для Волги Типа Вольво мост У меня работает друг В автозапчастях по иномаркам С ним сели, посмотрели На этот Вольво мост Запчасти Так что Пришли к выводу Что эти Вольво мосты Они очень старых выпусков На них Это очень трудно будет запчасти найти В случае чего Там даже эти резинки на суппорта Пыльники Там колодки Это уже прошлый век Дальше Это по поводу Вольво моста По поводу подвески Тоже писали в комментариях От заднего От заднего Подвеска Тойота Марк 2 Независимая Вот Я ее тоже не буду ставить Почему Да, она хорошая Она устойчивая Там автомобиль становится другим Но У меня кузов Очень в хорошем В идеальном состоянии Не хочу его пилить И это ставить Если подвеску от Марк 2 Нужно половину вырезать Днища Половину вырезать Лонжеронов Чтоб она правильно стала Короче, надо портить кузов И поэтому Было самое оптимальное решение Поставить мост От Мазды Бонга Который практически Становится Болтон На Волговскую подвеску И минимальными переделками Мы получаем все Те же дисковые тормоза Блокировку И все соответствующее К нему Вот поэтому Я решился На этом моменте Остановиться Напишите в комментариях Кто хочет за мной заехать После установки моста С блокировкой Если у тебя Не больше 300 сил И монопривод То приезжай Будем с тобой гоняться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok